Виталий Вячеславович, спасибо большое за приглашение. Для меня, как западный эксперт, работающий в Американском институте, это большая честь выступать здесь со стола знающими и опытными дипломатами и экспертами из России. Касаемо вопроса о интересах и стратегии России на Ближнем Востоке, конечно, много было уже сказано, и немножко трудно выступить последним человеком. Много было сказано о интересах безопасности, экономических интересах России в регионе, о равноудоенности России в отношении всеми важными игроками в регионе, о участии России во всех форматах, урегулировании в регионе, взаимодействии с теми силами, которые имеют реальный вес на местах, на земле, как Мария Сергеевна объяснила. И из-за этого, мне кажется, что, поскольку уже много было сказано по этим вопросам, давайте я поделюсь с вами некоторыми общими соображениями о том, насколько интересы России в этом регионе сегодня зависят или не зависят от российско-американских и российско-западных отношений. И здесь вспоминается такое меткое наблюдение одного из российских экспертов старшего поколения, которым он поделился со мной уже несколько лет назад, когда мы обсудили российско-американское сотрудничество в 2009-2010 году, когда Москва и Вашингтон работали вместе в Совете Безопасности ООН, чтобы наложить санкции против Ирана. И он сказал мне следующее тогда. Он сказал, что готовность России сотрудничать по иранскому вопросу была тогда лишь мелкой уступкой на пути к достижению других целей перезагрузки. И мы все помним, что тогда, конечно, Россия и США занимались СНВ-3 и другими вопросами двухсторонных отношений. Но я думаю, что с тех пор мир сильно, существенно изменился. Много об этом уже было сказано. И я полагаю, что Россия сегодня не изменит свои позиции по ключевым вопросам Ближнего Востока, если это Сирия, Ливия, иранское досье, в сторону сотрудничества со США, надеясь на такое общее улучшение отношений двух стран. Возможно, несколько лет назад у Москвы была еще надежда, что такое сотрудничество, если это демилитаризация химоружия в Сирии, о котором тоже Мария Сергеевна рассказала, что такое сотрудничество изменит общий климат российско-американских отношений, с моей точки зрения, на данный момент Россия утратила веру в такую возможность. И кроме того, нужно добавить, что, конечно, исходя из достижений и успехов России в Сирии, вообще ее интересы на этом регионе изменились, и Россия уже не смотрит на свои интересы в этом регионе только сквозь призму отношений с Западом. Это, возможно, еще свидетельство более глобальных перемен в российской внешней политике, ее сдвига в сторону большего разнообразия союзников в свете натянутых отношений с Западом. Здесь можно сказать, что Москва более неориентирована, как мне кажется, в какую-то одну сторону, Европу или США, но уже активно взаимодействует со всем своим огромным соседством и руководствуется только собственными интересами. И, конечно, Ближний Восток, как мне кажется, как западный человек, который анализирует эти вещи, Ближний Восток занимает важное место для России. И с этим соображением связана еще один фактор, одна причина, по которой, мне кажется, США не следует ожидать такого легкого сотрудничества с Россией. Это факт, что Кремль, как мне кажется, не видит даже необходимости менять позицию по ключевым вопросам в регионе, таким как Сирия или Ливия, при анализе соответствующих издержек и выгод. Тоже было здесь уже много сказано по издержек и выгод. В понимании, насколько я это понимаю, Россия видит свой подход к этим конфликтам, к этим вопросам в регионе, на данный момент как жизнеспособным, успешным. И это же значит, что даже если у нас будет при Байдене давление в отношении Сирии, такая политика «maximum pressure», которая была и при Трампе, которая продолжает при Байдене в отношении Сирии санкции, неготовность поддерживать, восстановление страны, если эта политика продолжается, я не вижу, что Россия готова изменить свой курс в отношении этих вопросов. Я еще готова больше обсудить, как я вижу, перспективы взаимодействия США и России в регионе по иранскому досье, по Сирии, по Ливии, при Байдене, но, возможно, это будет потом. Я пока заканчиваю. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.